Добрый день! Это рубрика «Блондинка за рулем» и я ее ведущая Анна Колоскова. Сегодня мы затронем такую очень важную весеннюю тему – это восстановление навыков вождения. После долгого зимнего простоя садиться за руль, прямо скажем, страшновато. И тут несколько вариантов. Либо потренироваться с мужем, либо взять уроки у инструктора, либо отправиться в автотренинговый центр. Добрый день! Пришла к вам с большой проблемой. Всю зиму не садилась за руль автомобиля, а теперь страшно просто выезжать на дорогу. Можете ли вы мне помочь? Обязательно поможем. Автотренажер – это полный аналог рабочего места автомобиля 2110 со всеми присущими настоящему автомобилю атрибутами. Поэтому они очень хороши именно для выработки и закрепления, и даже восстановления навыков вождения. Вот у меня сейчас страх перед другими автомобилями появился. Я вот их прямо боюсь. Я поэтому боюсь обращаться к инструктору по вождению, на реальном автомобиле ехать и ездить. Как вы думаете, поможут мне вот эти занятия, как-то преодолеть этот страх? Автотренажер как раз быстрее всех и поможет преодолеть этот страх. В силу своей специфики человек, который садится за автотренажер, он сразу понимает, что его жизни ничего не угрожает. И это очень важно. Только при этих условиях у человека намного быстрее вырабатываются именно навыки вождения. Что есть навык? Вот видите, рабочее место водителя, На котором расположены педали управления, рулевое колесо, рычаг коробки, переключение коробки передач, ручной тормоз, ремень безопасности. Все эти атрибуты необходимы для безопасного вождения автомобиля. Так что же такое навык? Навык – это когда человек овладевает первоначально каждым элементом управления автомобиля, такие как нажатие, правильно нажатие и работа с педалями управления, правильно руление, правильное переключение коробки передач. Это каждый как бы отдельный элемент, он первоначально отрабатывается до полного автоматизма. Здравствуйте, я инструктор, меня зовут Анатолий Петрович. Сейчас мы с вами, Аня, посмотрим, что вы умеете, и попробуем дать оценку вашим действиям. Ничего страшного, мы не в живой машине. Так, кресло под себя. Да, это чтобы голова не отвалилась. Находясь на тренажере, перемещаемся в виртуальный город. Для простоты ситуации мы убрали все движущиеся машины с маршрута. Ваша задача – проехать по маршруту, показать, как вы переключаете передачи, как вы действуете рулем. Ну и мы посмотрим, какую оценку можно дать вам, как водителю. Заводимся. Двигаемся до конца этого участка дороги, снижаем скорость, переходим на вторую. Вторую. Ну что, в качестве подведения итогов по нашему небольшому тесту могу сказать вам следующее. К сожалению, есть очень много недостатков, и одно из них, одно из главных – это не очень корректная работа с рулем. Это я еще вежливо сказал. Как вы себя чувствуете на дороге при таком рулении? Очень даже сложно. Есть некоторые системы руления, так и правила, которые имеют определенные названия руления перехватом, руление скольжением по рулю. Если вы их освоите, это будет идеальный вариант. Второе. Работа с педалями. Ну, это, наверное, большая ошибка в основной части женщин. Работа со сцеплением. Либо оставляют ногу и дежурят на этой педали, боясь, что опоздают ее нажать в следующий раз. Либо уж если снимают ногу, то засовывают ее то под сидение, то под себя, но только не туда, куда надо. Это тоже надо... Надо обратить на это внимание. Потому что это... Она должна сниматься с педали и ставиться рядом. В расслабленном положении. То есть вообще эта нога называется нога-лентяйка. Она очень мало принимает участие в движении машины. И надо научиться ее расслаблять, чтобы она отдыхала. Значит, если говорить о том, что мы предлагаем как тренинговый центр, то у нас есть два варианта. Шестичасовой цикл обучения и десятичасовой цикл обучения. Не пытаясь разделить людей по половому признаку, я всем женщинам, конечно, рекомендую пройти десятичасовой. Это оптимальный курс, где мы все, согласно определенной программе, которая у нас разработана, мы человека подводим постепенно именно до этого уровня, когда он в состоянии, ну, не идеального автоматизма работы, но близкого к этому, садится в машину, и ноги производят все эти действия. Вот даже час занятий, которые вы провели на нашем тренажере, тренируясь в работе с рулем, говорит о том, что этому можно научиться, чему научились и вы. Да, я получила права не так давно, но поскольку все равно я чувствую не уверенность себя на дороге, сейчас очень плотный поток машин, и я пришла сюда как бы укрепить свои навыки вождения. Ну, вот я уже третий раз прихожу, и как бы, да, да, я чувствую, да, что некоторыми навыками даже мне приходится как бы переучиваться, потому что я неправильно что-то делала, хотя, конечно, я знаю там правила дорожного движения, знаю, как водить все, но навыки вот именно управления автомобилем у меня были не все верны. И это мне очень помогает. Вот я потом сажусь за свою машину, я чувствую себя уже более уверенно. Вот. И, конечно, если бы я начинала с этого учиться, этот процесс был бы гораздо быстрее, более уверенным, более качественным. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok